Общая теория глобализации В первой книге «Глобализация контура целостного мира» проанализированы истоки глобализации, основные этапы ее развития. Если в двух словах сказать, может быть, кто-то ее видел, это уже третье издание. Подход такой. Есть известное выражение, что кто берется за решение частных вопросов, не выясним для себя предварительно общее, то то и дело в решении частных вопросов будет натыкаться на эти общие вопросы. Принципиально общим вопросом является вопрос, что такое глобализация и я. Вы наверняка знаете, как много разных подходов, и я из них некоторые напомню, например, кто-то считает, что это объективный исторический процесс, который развивается, и кто-то думает, что начиная с тех пор, когда человек появился, как минимум, как он стал вести все одно образ жизни. А кто-то говорит, что это, да, объективный исторический процесс, который в 20 веке возник. Кто-то говорит, что это начало надо брать в эпоху Великих Географических Открытий. Но это только объективный исторический подход. Но если такие взгляды, когда говорят, что глобализация — это проект, который предлагается определенными субъектами международных отношений, ну и в частности, например, часто называют Соединенные Штаты, это их проект, или там проект западного мира. Кто-то говорит о управлении миром со стороны Губинга Брестского, клуба и так далее. И все на сегодняшний день очень широким таким фронтом представлено в современной литературе. Так вот, в этой книге я зафиксировал свою позицию, если коротко, она заключается вот в чем. Прежде всего, это объективный исторический процесс. Я иду от слова глобус. Глобус — это шар. Если мы посмотрим исторически, когда люди поняли, что они живут на глобусе, то это понятно. Эпоха Возрождения. Это Коперниканский переворот, который в теоретическом плане показал, что мы живем не на плоской, а на круглой Земле. А первые географические открытия, и, конечно, не только Колумб, а прежде всего Магеллан, предпринявший кругосветное путешествие, Элькана, который его закончил в 1922 году, это по существу точка отчета, когда люди поняли, что они живут на земном шаре. И понятие глобус, слово глобус, вошло в буквальном смысле в оборот и в сознание людей, которое, естественно, стало расширяться. Ибо одно дело, португальцы и испанцы, которые первые делали открытия великие, в это время Индия, или тот же Китай, или те же жители Америки, коренные, или та же Австралия, их сознание было другого рода. Кстати, забегая вперед, скажу, что и сегодня еще огромное количество из 7,5 миллиардного населения толком вряд ли понимает смысл происходящих процессов. Но, тем не менее, все, как говорится, лицепринимающие решения ориентируются правильно. Так вот, с этого момента мы можем в полном смысле этого слова, с эпохи Великих Географических Открытий, употреблять слово глобус, глобальный глобализация, в буквальном смысле этого слова. Конечно, это еще не была глобализация в том плане, как мы сейчас ее видим. И вот в этой книге я как раз показал, что к этому времени человечество подходило этапами. Если говорить о масштабах охвата деятельности именно глобально, то мы должны спросить, а что было до этого? До этого была эпоха, которую мы могли бы назвать эпоха региональных связей событий и отношений. А до нее еще эпоха локальных событий связей и отношений. Иначе говоря, если вот таким тремя ступенями посмотреть на развитие человечества, то мы должны сказать, когда появляется человек, но мы будем исходить из концепции научного объяснения появления человека. Есть дискуссии, мы их оставим в стороне, будем считать, что в Западной Африке, в Восточной Африке появляется первый человек, потом он распространяется, ну примерно там 2-3 миллиона до 5 миллионов лет, не имеет значения. Вот люди в то время жили, как только они стали более-менее определенной комьюнити жить, это были связи локальные, не выходящие за пределы определенных границ в сел. И они потом расселялись и так далее, до тех пор, пока не наступила эпоха региональных событий связей и отношений, и это, конечно, после того, когда аналитическая революция свершилась. И вот с этих пор человек живет уже региональными событиями, связями и отношениями, и наиболее характерными, или наиболее характерными примерами могут быть, скажем, завоевательные походы Александра Македонского. Это уже не локальные, это уже региональные события, связи, отношения. Но Александр Македонский очень хотел пойти еще дальше, чем до Индии он дошел, но вы знаете, что ему помешало. Он очень хотел до геркулесовых столбов пойти еще куда-то, что там узнать, что там дальше, но тоже судьба распорядилась иначе. Но что далее, южнее Северной Африки, что на север, что за геркулесовыми столбами, это все оставалось для людей абсолютно. И так происходило до эпохи великих географических открытий. Поэтому говорить о глобализации, употреблять слово глобальный до, скажем, открытия нового света, как минимум, просто некорректно. Поэтому и Чингисхан, и завоевательные походы, которые, по сути, охватили и Европу даже, и Азию даже, до Северной Африки добрались, я не говорю, что сказать, до Юга Азии и так далее. Это все еще не глобальные события, не глобальные связи с отношением. В это время в Австралии жили аборигены, ничего абсолютно представления не имели, что происходит в этой части света. А эти завоеватели, которые думали завоевали весь мир, для них было абсолютно непонятно, что существует Америка, тем более Австралия, там континенты целые. Именно поэтому корректно, очень корректно говорить о глобализации только с эпохи великих географических открытий. Это принципиально важно, потому что и сегодня такие ученые, например, как Назаритян, например, Клопогович, один из самых более интересных исследователей, ведет истоки глобализации с неолитической революцией. Такие известные ученые, как Валентин Гаврилович Федотова, Уткин Анатолий Иванович Историк и так далее, говорят о глобализации с эпохи XIX века, капиталистических отношений уже развитых и до современных. Это тоже неправильно. Вот уходить в понимание глобализации туда, в историю, это значит слишком расширительно толковать глобализацию. Но глобализация, реально начавшаяся в то время, прошла как минимум три основных этапа. Я очень коротко скажу сейчас об этом, это очень важно, потому что тогда мы будем понимать, что происходит сегодня в мире. Мы будем понимать, о каких интересах идет речь, на какой почве они сталкиваются. Так вот, первый этап, реальная глобализация, переходит в новый этап во второй половине XIX века, идет по нарастающей, разумеется. Причем глобализация территориальная, а именно мир открывается, открывает все больше, становится глобально представляемым человечеством. Он идет одновременно и в экономической сфере, и в политической сфере, и в культурной сфере. Ну, в экономической это понятно. Вы, наверное, знаете, из истории это несложно. Когда Колумб захотел совершить первое путешествие, он же обратился к королям Португалии, и сам был таковым, но не нашел поддержки. Ему долго пришлось уговаривать испанских монархов с тем, чтобы его поддержали. И уговорил только потому, как обещал вернуть не только вложенные деньги, но и гораздо большую прибыль привезти. Что, собственно, и произошло. И как только он вернулся из первого похода и привез действительно доказательства того, что это выгодное дело, то дальше не нужно вам объяснять, каким образом пошла экономическая, в данном случае, глобализация. Это потоки рабов из Африки в Америку. Это все экономические основания имело. А политическое? Да буквально через два года после открытия Америки уже Португалия и Испания сошлись в Кринче, буквально в разделении территорий, и заключают тердосельяский договор, по которому весь мир делят пополам. Это будет Испания, а это будет Португалия. Это, по существу, уже и есть политическая глобализация начала. А культурная глобализация, уже первые же походы вокруг света и так далее, всегда сопровождали их люди, которые интересовались культурой, религией и так далее. Какая религия, какой язык сейчас в Южной Америке, а какая религия, какой язык в Северной Америке господствует? И почему в Южной Америке испанский, а португальский язык в Бразилии? Потому что это линия, которую разделили, фрагмент очень мощный, так сказать, отошел в Бразилии, в Бразилии фрагмент отошел в Португалию, там португальский язык. Это и есть результаты культурной глобализации. Но можно было бы продолжать, но вот это вот понарастающее, как дошло все, во второй половине 19 века происходит что? У Ленина есть работа «Империализм как высшая стадия развития капитализма». В этой работе он как раз, ну не только Ленин, но я в данном случае беру эту работу, но она классическая, к Ленину можно по-разному относиться, но в данном случае работа заслуживает того внимания, где он говорит о том, что мир уже поделен, его можно только переделить. Он говорит о наступлении ситуации, когда война возникнет и так далее. Но что дало основание для такого рода рассуждений? Он опирается на огромное количество литературы из экономики, прежде всего, конечно, которые в этой литературе анализируются ситуации. Именно во второй половине 19 века, если вы посмотрите, появились первые международные организации, картели, тресты в массовом масштабе здесь, потому что Ост-Индская и Вест-Индская кампании, они возникли раньше. А здесь мы видим в массовом плане возникают такого рода организации. Это, скажем, Красный Крест появляется, Почтовый Союз, Интернационал, Маркс, Энгельс и так далее. И вот этот 19 век, по существу, переводит глобализацию в плоскость фундаментальной. Почему я называю фундаментальной? Я говорю сейчас вот об этой книге. Потому что фундаментальные сферы общественной жизни, экономика и политика оказываются полностью вовлеченными в экономический процесс. И что такое тресты, транснациональные корпорации? Это и есть как раз глобализация в области экономики. А Первая мировая война, это и есть как раз пик политической глобализации. Выражаясь языком Клауза Витца, известного теоретика войны, он говорил, что война есть продолжение политики иными средствами. Вот Первая мировая война, это есть политическая глобализация и квинтэссенция. Вторая мировая война, это по существу продолжение Первой мировой войны, потому что просто не закончились, не были решены вопросы, она не закончилась. И таким образом мы можем и должны говорить о политической глобализации, две мировые войны, это квинтэссенция политической глобализации. Но, естественно, после Первой мировой войны возникает Лига наций, после Второй мировой войны Организация Объединенных Наций. Это в мирном, так сказать, отношении как раз есть политическая глобализация, где политическими средствами пытаются решать мировые проблемы. Но до середины 20 века ситуация меняется принципиально, с появлением ядерного оружия человечество становится реально смертным на земле. До этого можно было вести любые войны, но всегда кто-нибудь достанется, кто последний стрелу выпустит, так сказать, мечом махнет. Но когда ядерную бомбу изобрели, изобрели, все. Даже те, кто нажмет кнопку, оказывается ситуация такой же, против кого применили это оружие. Человечество оказалось смертным. Это принципиально новый этап развития человечества. С одной стороны, плюс выход человека в космос в 1957 году, первый спутник, и в 1961 году полет Гагарина ставит точку буквально жирную над проектом глобализации географической. Географически планета полностью замкнулась. Она стала буквально мониториться в режиме реального времени. А экономическая и политическая глобализация, естественно, дополнились и культурной, которая вышла на абсолютно высокий уровень, не имевший раньше никаких аналогов, экологическая глобализация и практически все сферы. Такую глобализацию можно и нужно назвать многоаспектной. Все аспекты общественной жизни со второй половины XX века оказались в процессах глобализации. Таким образом, мы видим реальную глобализацию, фундаментальную и многоаспектную. Это как бы три этапа. Мы сегодня живем в условиях многоаспектной глобализации, по существу переходящей уже в тотальную глобализацию. Вот так я понимаю ее. Это принципиально важно, потому что если мы будем говорить о глобальном мире и столкновении интересов, дальше мы должны будем обратиться тогда уже. Вот об этом, собственно, в первой книге речь. А вот тогда мы должны обратиться уже к философии глобализации, где глобализация показана как бы уже изнутри общества. Она выступает в неразрывной связи с культурным, цивилизационным развитием отдельных общественных систем и человечества целых. Потому что если вот остановиться на этом, то некоторые слишком забегающие вперед, не забегающие, не идущие вперед, говорят, ну, Чумаков Александр Николаевич недооценивает субъективного фактора. Глобализация же не происходит где-то за пределами человеческого сообщества, а люди-то где? Здесь этого нет. Да, я вам скажу, почти так, если не брать следующую книгу, потому что речь идет о продолжении. Мы должны, конечно, посмотреть на культуру и на цивилизацию с точки зрения глобальных процессов. Тут нужно вот что иметь в виду еще. Когда вы сталкиваетесь с какой-то новой областью знания, то очень важно идти от этимологии слова, от происхождения слова. Так вот, этимология слова глобализация, от слова глобус, должна нас натолкнуть на мысль, на ту, на которую пришли гораздо позже, когда очевидно. Глобализация не единственный процесс глобальный, который осуществляется на планете. Оказывается, глобальные процессы, если мы внимательно посмотрим на мир, в котором живем, они имеют место на планете с тех пор, когда планета возникла. О каких процессах идет речь? Но прежде всего образование атмосферы, гидросферы или литосферы, может быть, с литосферы надо было начинать бы. Вот это все процессы глобальные. Современные представления о литосферных процессах говорят о том, что плиты геологические перемещаются, передвигаются. По отношению друг к другу. И это процессы. А атмосферные, гидросферные вообще, вам говорить здесь не нужно больше, достаточно, сказать, о круговороте воды в природе и так далее. Это глобальные процессы. А что же тогда глобализация? Глобализация – это термин, который закрепился за такого же рода процессами глобального масштаба, в которых участвует человек. Вот в чем, собственно, глобализация. Понимаете, тут, может быть, надо обязательно упомянуть, что мы живем в языке, который условно передает реальность. То есть глобализация, термин сам, появился только в конце 90-х годов прошлого века. Термин появился. А реалии, которые описывают этот термин, появились, как я сказал, в эпохе великих географических открытий. Но им предшествовали определенные события. Так вот, в этой связи глобализация – один из глобальных процессов, в котором участвует человек. И поэтому, говоря о человеке, мы должны сказать, что что такое человек? Это живое существо, которое обладает культурой. Вот если мы так скажем, это будет определение человека. Определений человека может быть много, но дело в том, что ни одно другое живое существо культурой не обладает. Ну а если культуру, очень коротко понимать будем так, что это творческая деятельность, активная творческая деятельность, направленная на преобразование окружающего мира и самого себя, и результаты этой деятельности, мы говорим о материальной, духовной культуре и так далее. Вот если так понимать культуру, то тогда то, о чем я сказал, глобализация не может оказаться в стороне. И поэтому, разумеется, говорить о глобализации в сфере культуры и влиянии культуры на глобализацию с другой стороны с необходимостью можно и нужно. Ну а уже цивилизация, это термин, который нельзя обойти вниманием здесь, потому что вроде казалось все ясно бы, но до сегодняшнего дня нет должной ясности в понимании того, что такое глобализация. То есть цивилизация, простите. Опять-таки, одно дело явление, а другое дело рассказ о том, что оно собой представляет это явление. Так вот явление культуры появляется с тех пор, когда мы можем говорить о человеке. Первые наскальные рисунки, первые элементы речи, труда и так далее, это уже есть элементы культуры. И таким образом культура существует столько, сколько человек. А человек существует, можно сказать, столько, сколько существует культура. Но термин культура появляется только в Риме, в Древнем Риме появляется, как обозначение того, что человек сотворил своими руками по отношению к тому, что существует естественным путем. Появляется это в сельском хозяйстве, калчи, возделывать, преобразовывать и так далее. Люди просто увидели, что, оказывается, те же самые дикие яблони и гроши дают другие плоды, нежели те, которые возделали и они, ну и все остальное, там, домашних животных и так далее. Потом это перенеслось и на человека, на градостроительство, на многое другое. А потом, оказывается, культура, калчи, возделать, преобразовывать. И человек тоже ведь, он рождается ведь не в полном смысле этого слова человека, он только кандидатом в человеке. Ну, эффект Маугли хорошо об этом говорит. Попадает он в другую среду, он человеком не станет, если он в ближайшие, так сказать, 2-3 года не получит именно того, передачи вот этого кода культурного, который человечество несет. И прежде всего через язык. Поэтому в культуре, прежде всего, конечно, 3 главные опоры. Это язык, это традиции и это верование, не обязательно только религиозное. Вот это то, что передается. А термин появляется намного позже. И он работает, вполне работает и в средние века, и он работает до нового времени. До того времени, когда европейцы, уже колонизировавшие большие территории за пределами своего континента, обнаруживают на островах, на новых территориях, людей, которые живут еще в первобытном обществе. И тогда французы в первую очередь говорят, они живут не так, как мы. Ну, потому что кук, как говорится, отправился в Австралию, а его там, как вы знаете, взяли и съели. У Высоцкого есть такая песня. Ну, почему аборигены съели кука? Молчает наука. Мне представляется, совсем простая штука. Хотели кушать и съели кука. Такая шутка ходит, вот, может быть, здесь возьмем ее и вспомним тоже. Это когда один из таких путешественников увидел, как каннибал съел своих родителей, говорит, нехорошо поступил, ты родителей своих съел. Он говорит, как же нехорошо, очень хорошо, вкусно. Это традиция, это привычка, это традиция, это норма такая. Для них это все абсолютно нормально. Да мы дожили до того времени, когда вот в Африке, не так давно жил еще Бакаса, и тоже известен, как говорится, со своими пристрастиями, понятно, какие. Французы увидели, что они живут в мире другом. И этот другой мир, а это уже эпоха буржуазных революций. И Франция, естественно, была впереди этих процессов. Англия, Франция и так далее. Они увидели, что есть еще уровень дикости, а есть еще уровень варварства. А они говорят, мы не дикари, мы не варвары, а мы почитаем и предпочитаем отношения, основанные на законе, на уважении прав человека. И Локк сформулировал именно в это время свои основные тезисы, что основные права человека, право на жизнь, на свободу, на собственность и так далее. Это то, вокруг чего, собственно, разворачивался процесс нового времени и буржуазные революции на этом как раз выстраивались. Таким образом получается, что человечество одновременно пребывает в трех ипостасях. На уровне дикости, на уровне варварства и цивилизации. На уровне дикости действует право силы. Лишь только тот, кто всех собой давил свободно и дышал, и ел, и пил, так, как классик говорил, да. И ценится только сила и мое. Вот я сильный сегодня, значит, я в Аклаве. Завтра будет кто-то другой, он будет. А на смену приходит варварство, более высокая ступень человеческих отношений. Там ценится наше корпоративное. Мы свое ценим, а чужое нет. Поэтому, когда мы захватываем Рим, то колизей какой-то для нас никакой ценности не представляет. Мы его легко разрушаем. Захватили пирамиды, пирамиды его разрушили. Все, что ничего по ценности не представляет, это варвары. Своё ценят, чужое нет. А вот французы как раз, ну, они, ну, не только, Европа быстро это подхватила, стоят на другом. Это Вольтер говорит, я не разделяю твою точку зрения, но я готов отдать свою жизнь, за то, что ты имел возможность ее высказать. Я понимаю, что свобода моего кулака заканчивается там, где начинается нос моего соседа. Но тогда и ты, будь добр, сосед мой, придерживаешься таких же отношений. И вот получается, что дикость, варварство и цивилизация принципиально разные. Что такое цивилизация? И появляется слово цивилизация. Появляется слово цивилизация, как не альтернатива, как в дополнение к понятию культуры. Потому что до этого времени культура, понятие культура, этот термин был перегружен смыслами всевозможными. И когда вот в Европе увидели, что одновременно существуют и другие миры, то они вводят понятие цивилизация, чтобы оттенить, что мы цивилизованные, а вы варвары, а вы дикари. И в этом отношении понятие цивилизация не отличается много от понятия культуры, просто оттеняет отношения, связи между людьми. Они могут быть цивилизованными, они могут быть варварскими или дикарскими. И вот этот термин цивилизация, потом, если вы внимательно будете смотреть историю, как она развилась, значит, через англоязычные страны это пошло разделение цивилизации и культуры в большей степени. И Тойнби пишет на готовный труд в Англии, позже, разумеется, и задает парадигму, целую систему направлений, где цивилизация понимается, как определенный уклад системы, системы отношений, связей и так далее, которые характеризуют те или иные общества. Он выделяет различные типы цивилизации и так далее, и так далее, и так далее. Ну, Тойнби, это вам имя хорошо известно наверняка. Вот это один взгляд на вещи. А через Германию в Россию пришло другое. То есть больше культура и цивилизации оказались более тесно связанными между собой понятиями. И в этой связи мы подходим к самому важному моменту. Что такое культура, что такое цивилизация? Вот Хантингтон со своей работой «Глобальный мир столкновения цивилизаций» Нет, у него там просто «Столкновение цивилизаций». Ну, он «Глобальный мир» именно так оценивал. Он вывел как раз понятие цивилизации на самый высокий уровень, когда под этим понимал отдельные системы, образующие какие-то структуры, там государства, целые регионы. И мне кажется, сейчас бы я на этом больше не останавливался, это, в общем-то, в определенной мере ошибка и большая ошибка. Потому что она не позволяет нам увидеть современный мир и те столкновения интересов, которые возникают на этой почве. Ибо столкновения возникают на почве культуры, но не на почве цивилизации, которую надо понимать как такой фрагмент культуры или такой аспект культуры, такую сторону культуры, которая характеризует тип отношений между людьми. Иначе говоря, культура и цивилизация, можно сказать и так, если культура внутренняя сторона, то это как бы внешняя сторона цивилизации, общество. Этими понятиями описывается общество. Культура передается через язык, с молоком матери, через традиции в семье, как держать ложку или как держать палочки, или как руками кушать, как это там в Индии, или где-то, так сказать, еще, где-то разные варианты, но не имеет значения, что хорошо, что плохо. Культура то, что разделяет людей. Но я говорил раньше разделять, сейчас я больше люблю слово обособляет. У меня культура моя отличается даже от культуры моих соотечественников, которые говорят на этом же языке, на такие же традиции, но, может быть, я верующий, а они нет или наоборот. Или я верю одному Богу, а не другому. Ну, как говорят, Бог, он един, если он есть, я добавляю. В этих случаях, да? А если он есть, то он един. Но провайдеров много. Ну, вот какого провайдера выбрали вы, или какой к вам, так сказать, пришел в силу тех или иных обстоятельств, это вопрос второй. Это вопрос второй. Ну, вот, когда вы сложите вместе язык, культуру, традиции, а это только минимум, только скелет, вы увидите, что каждый из вас настолько уникален, что не было, нет и никогда не будет больше таких, как вы. Возьмите только еще к историческому времени, привяжите и так далее. И в этом отношении, когда мы говорим о диалоге культур, диалог культур, это, знаете, я вам скажу, если вот так совсем, по гамбургскому счету, это сапоги в смятку, это круглый квадрат. Скажите, как же, как же, не может быть диалога культур? Да, в этом смысле, как вот в прямом смысле, не может быть. Может быть, но мы же общаемся, мы же понимаем друг друга. Как это происходит? А это происходит потому, что мы цивилизованные еще, вдобавок. Цивилизованные. То есть мы культурены со стороны не только как говорить, как ложку-вилку держать и так далее, но и как общаться друг с другом. Поэтому, когда культурный код мы получаем от родителей, от общения вокруг нас, в школе нам могут отдать, но когда уже мы получаем вот эту, так сказать, базу культурную, то на эту базу может и должна накладываться цивилизационная обработка человека. И она происходит в школе, в университете через образование уже, через просвещение. Потому что не будет образования, не будет просвещения, все равно будете человеками, вы будете людьми, общаться, говорить, но просто ваш стиль общения будет или дикарским, или варварским, но цивилизованным его не назовешь. Вот это принципиально важно. И вот мы подошли к самому главному практически, мы подошли к тому, что мы имеем сегодня в современном мире. Что изменилось до сегодняшнего дня? Много, что изменилось, а что осталось? Может быть, еще больше. И тут мы с необходимостью должны будем подойти и к сущности самого человека. Так вот, в этой, во второй книге, вот как раз я говорил о том, как глобализация осуществляется в культурном и цивилизационном контексте, и ввожу такое понятие, которое, казалось бы, на поверхности лежит. Но когда 15 лет тому назад я впервые об этом сказал, и на Конгрессе Ростовском, в данном случае мой доклад был там посвящен, я удивился, не нашел в литературе такого термина, как культурно-тире цивилизационный. Культурно-циивилизационный. Контекст человека, общества, человечества в целом. Культурно-циивилизационный. Вот неразрывно через тире вы скажете, что это дает, что это принципиально меняет. Я вам покажу на более простом примере. Вот когда мы говорим о научно-техническом прогрессе, никто из вас, может быть, серьезно не задумывается, если вам только не показать, что об этом надо задуматься, что научно-технический прогресс, начавшийся в новое время, с тех пор, когда он начался и до сегодняшнего дня, он идет таким образом, что вы не можете оторвать науку от техники, а технику от науки. Не можете. А до этого можете. Технический прогресс начинается с тех пор, когда человек обработал первый камень, там согнул палку, сделал стрелу и запустил, или когда он камнеметательную машину сделал, там и так далее, когда колесо изобрел, трудно сказать, когда это произошло, задолго до эпохи нейритической революции. Это был технический прогресс. Был ли научный прогресс? Не было научного прогресса, и науки не было. Наука появляется только тогда, когда появится любомудрие, именно поэтому говорят, мать всех наук, прародительница всех наук, философия, любомудрия, когда и почему она появилась, в этой аудитории не нужно говорить. Так вот, научный прогресс вы не можете отнести раньше, чем в VI век до нашей эры. Никак не можете. А позже, да, зарождается там. И зарождается эта мама философии, родила этого ребенка науку только в новое время, а это было еще там. Поэтому до этого времени мы говорим, ученый Аристотель, мы говорим, он же и философ, мы говорим, фалес ученый, мы же говорим, он и инженер, он и ученый, и так далее. А вот уже после нового времени, уже когда законы Ньютона появились, когда наука выделилась из философии в полной мере по-настоящему, мы говорим, это ученый, а это философ. Уже Фрэнсис Бэкон ученый, а вот Ньютон уже не философ, то есть Фрэнсис Бэкон философ, а Ньютон, хотя он там и занимался тоже какими-то экспериментами, а вот Ньютон это уже настоящий ученый, и так далее. Мы уже делим, вот Гегель это, например, уже ученый, Кант это, то есть, простите, философ, Кант это учет, то есть тоже философ, а ученых много, там Гейлю Сак и многие-многие будут другие, которые занимались конкретными вещами. А тем не менее, вы не можете уже науку от техники отделить, потому что телескоп и микроскоп уберите, и науки не будет, той, которая. А с другой стороны, уберите науку, и телескопом, и микроскопом не будет. Я взял самые простые примеры, я уж не беру, так сказать, век информационно-технологический. Поэтому мы с этого времени говорим научно-технический прогресс, научно-технический, все. Мы можем мысленно отделить науку от техники, технику от науки, а больше нет. Мы можем даже этапы выделить, научно-технический прогресс выходит на уровень научно-технической революции в 20-е, 30-е годы, 20-е века, а потом информационно-технологическая революция в второй половине 20-го века. Зачем я это вам сейчас сказал? На этом примере вы лучше поймете, что также о культуре цивилизации. Мы можем говорить о культуре в полном смысле этого слова и только о культуре до нового времени. Когда выводят понятие цивилизация, расширяется аппарат осмысления реальности, действительности. И мы можем и должны говорить, обязаны говорить, о культурно-цивилизационном контексте каждого социума, каждого отдельного индивида. Это означает, что сталкиваются не как по Хантингтону сегодня в противоречиях в мире культуры или цивилизации. Одни говорят культуры, ну это если Шпенглера взять, Освальда Шпенглера, я беру отцов, основателей, а продолжения у того, другого много хватает. А сталкиваются культурно-цивилизационные системы. Вот в чем дело. То есть мы должны просто говорить, если хотим мир понимать не в черно-белом варианте, а в цветном, не в двух измерениях, а в трех, в объемном. Мы должны тогда говорить о культурно-цивилизационных образованиях. Скажем, Россия это культурно-цивилизационная система, Китай это культурно-цивилизационная система, Западный мир культурно-цивилизационная система, а есть подсистемы Германия, Франция, Англия, культурно-цивилизационные системы, которые являются подсистемами. А мы тоже являемся подсистемами. Это системный, если взят холистический такой взгляд на мир. Россия, например, тот же самый Китай, это же Европа, это же Америка, Соединенные... Америка это тоже Америка, это Северная и Южная Америка. Мы употребляем такие термины, говорим Америка и подразумеваем Соединенные Штаты, что не есть правильно. В советские времена говорили, мы говорим Ленин, а подразумеваем партия. Мы говорим партия, а подразумеваем Ленин. Ну ты пойми их-то, что он подразумевает, что он и говорит. Вот здесь надо быть очень аккуратным в этой терминологии, потому что мы говорим солнце взошло утром в 8 часов и в 7 часов село. А что мы сказали? Да мы абракадабру сказали, мы жареный лед сказали. Солнце не всходит и не заходит. Мы говорим звезды зажглись вечером, а утром погасли. Глупости мы сказали. Они не зажигаются, они не гаснут. Если у вас солнце всходит и заходит, ничего страшного, если вы говорите трехлетнему ребенку. В культуре это нормально. Но если хотите, чтобы он уже был у вас образованным и, так сказать, поднялся на нужную ступень, на каком-то этапе вы должны будете ему объяснить, что это не так. Но сначала вы же не будете объяснять, что мы крутимся, он скажет, что как же вверх ногами, я так тоже думал, как же мы там вверх ногами Вот в этом плане мы должны понимать, на какой уровень разговора мы выходим. Вот мы с вами выходим на уровень разговора глобальный мир столкновения интересов. Без того, что я сейчас сказал, приступать к этому просто было бы неправильно. Почему? Потому что у нас все пошло бы кверх ногами тогда. Почему? Потому что если вы работаете на заводе и вы умеете читать, писать, всем, чем земными делами занимаетесь, можете высокую музыку слушать, высокое искусство воспринимать, для вас может солнце всходить и заходить, ничего страшного. Вы договорились встретиться на восходе солнца, а на заходе солнца еще все у вас в порядке. Но если вы собрались с коллективом и хотите запустить ракету хотя бы даже на Луну, то для вас солнце всходит и заходит, надо поменять мысль, а то улететь на солнце, а там жарко, с непривычки будет больно, сгорите. Значит, вы тогда должны поменять терминологию, вы можете оставить слово восход-заход солнца, но наполнить его другим смыслом. Только в этом случае вы сможете осваивать космос. Вот то же самое в глобалистике. Сегодня мало кто придает значение таким вещам, о которых говорил я сейчас. культура, цивилизация употребляют направо, налево, сколько хотите. А подумать о том, что культура и цивилизация сами по себе уже не существуют в отдельности, то есть можно в отдельности, как я уже говорил, но тогда у вас и мир будет черно-белый. А если вы хотите на него холистически посмотреть, целостно, системно, вы должны понимать, что мы живем в культурно-цивилизационных системах и сталкиваются культурно-цивилизационные системы. Причем логику, я не знаю, наверняка, если юристы здесь точно изучали, но если логику кто-то не изучал, я вам скажу, есть так называемое основание деления понятий. Так вот, если мы будем брать основание делений, основание делений, например, для культурно-цивилизационных систем, мы можем взять, например, территориальные границы или возьмем, скажем, разделенность сегодняшнего мира, это лоскутное одеяло такое, из двухсот национально образованных территорий состоит, государство так называемое. И тогда мы можем говорить о культурно-цивилизационных системах в этих двухсотнях. Но мы можем взять, например, конфессиональный признак, и мы можем сказать, например, а если посмотреть с точки зрения религиозных, так сказать, предпочтений, верований, тогда можно говорить о культурно-цивилизационной системе христианства, культурно-цивилизационной системе ислама. И тогда у вас получается все вот это пространство, которое в основном исламские страны занимают, а затем те, кто относит себя к исламскому миру в другие страны, это будет мир целый, культурно-цивилизационный мир ислама, где язык будет разный, традиции будут разные, а верования будут одинаковые. Ну там вот тонкости, там шииты, суниты, мы отойдем. То же самое христианство, то же самое буддизм, то же самое конфуцианство и так далее могут выступать как своеобразные культурно-цивилизационные системы, и их можно и нужно рассматривать. И тогда, если возвращаться к Хантингтону, у нас получается столкновение не между цивилизациями, это слишком плоско, это не дает понимания реального мира, а между культурно-цивилизационными системами. Причем мы же общаемся и взаимодействуем на основании цивилизационных принципов, которые мы получили. Мы получили с вами образование, мы получили с вами ту огранку, которую получает алмаз. Сам алмаз по себе это стекляшка. И очень неприглядная такая, вы возьмете и найдете на улице и выбросите. А вот если ей дать огранку, да еще мастерами такими, как, например, в Голландии, там или в Израиле это делают, так это будет ценность совсем другого сорта. Вот то же самое с человеком. А культура, это вот, если хотите, вот эта основа, которую огранить нужно. А вот цивилизационный уровень обработки, когда будет на первое место поставлен закон, когда на первое место будет поставлен человек с его правами, когда будет на первое место поставлено то, что мы называем современным миром, на который человечество вышло и хотело бы выйти. идеальных моделей нет. Но мы с точки зрения вот этой огранки, если посмотреть на человечество в целом, должны увидеть, что она очень по-разному огранена. И мы сегодня видим пестрое одеяло на планете, которое сталкивается по культурным основаниям, а цивилизационные основания и возможности разные. И вот я должен подойти к тому, чтобы мы сейчас перейдем к разговору уже со стороны аудитории моей, значит, тому, что видим в Европе. Что мы видим в Европе? Мы в Европе видим определенный культурно-цивилизационный контекст. Есть разные культуры европейские, но берем западную только Европу для начала, чтобы совсем было просто. Французская культура, и английская культура, и немецкая культура, и голландская культура, и бельгийская культура, разные, швейцарская, и т.д. А вот цивилизационный огран у них, у всех, примерно одинаковый. Они примерно в одно и то же время прошли то, что называется буржуазные революции, ну и все остальное, что связано с образованием и просвещением. Образование, я имею в виду, конечно, университеты. Когда они появляются, вы сами знаете, да? Болонские, скажем, там где-то уже, это начиная с конца 12-13, 13-14 века, расцвет университетов, и до сегодняшнего дня университетская Европа, это нечто близко, похожее. Они разные университеты, конечно же, парижский университет, это одно дело, например, берлинский, или, скажем, в Англии, Оксфорд, Кембридж, это разное. И тем не менее, это нечто одно. А когда появляются университеты, например, в России, Московский университет, сами знаете, Петр Первый, это же там Шувалов и Ломоносов, а в Китае 120 лет, в Пекинском университете самый древний итог, на весь Китай, на весь Китай. Это вот образование. А есть немало, ну сейчас-то уже, конечно, почти мало осталось, их почти нет, или только-только недавно они появились, африканские страны, или еще какие-нибудь, так сказать, совсем небольшие. Дело заключается в том, что в культурно-цивилизационном отношении мы все разные, и когда в Европу прибывают новь, так сказать, ну, скажем так, эмиграция трудовая, то надо понимать, что это, как правило, люди соответствующего мировоззрения, соответствующих целевых установок, соответствующих, так сказать, определенной подготовки, и когда их тем более немного, они, в принципе, больших проблем и забот, так сказать, не доставляют. Более того, они работают, им надо как-то жить там, кто-то, они на низкоплачиваемых должностях там работают, закрывают ниши определенные, все в порядке. Но когда туда хлынул поток беженцев, которые не на работу поехали туда, а просто бежали от условий ужасных, которые в цивилизационном отношении со своей культурой никаким образом практически не стыкуются с европейской, то Европа получила то, что она получила. То, что она получила. И это то, что заставило Европу сегодня посмотреть на то, что они называются мультикультурализмом. Вот к вам вопрос о мультикультурализме, где культуры, культурное взаимодействие, межкультурное взаимодействие, и все межкультуры, как только слово цивилизация убираете, забываете о нем, все, натолкнетесь на такие проблемы, из которых выхода не будет. И если вы сами теоретически не осмыслите, не поймете, не предприняете каких-то шагов, жизнь вас поставит на место так, как это сделано сейчас в Европе. Они вынуждены реагировать. Но Европа – это только сколок современного мира. То, что произошло в Америке, и выборы Трампа, это не что иное, как реакция на эту самую ситуацию. Потому что Америка, конечно же, имеет достаточно мощные, сильные, заградительные режимы для посещения этой страны, пребывания в ней. Но они не такие, чтобы решить эту проблему. Мы по существу стоим, я сейчас вам говорю такой тез, и с этого начнем наш разговор. Мы стоим на пороге великого переселения народов. Великое переселение народов было в 4-7 веках нашей эры, и оно было связано с тем, что целое полчища с севера двинулись на юг, и из наших краев отсюда в Европу. И кто такие венгрии, кто такие болгары, вы тоже знаете, откуда их корни. Ну и разрушение Рима, готы, вандалы и прочие-прочие, так сказать, это все как раз великое переселение народов. Но это просто цветочки по сравнению с тем, что ждет нас в очень скором будущем. Потому что то, что мы видим в Европе, это только маленький-маленький сколок той большой огромной проблемы, которая над миром нависла, потому что современный мир очень быстро меняется, не только глобально, но и по основным характеристикам. Ну достаточно вам сказать, вы знаете, сколько было, это легко вы в интернете посмотрите, сколько на планете жило людей в начале 20 века? 1,8 миллиарда. А закончился 20 век 6 миллиардами. Закончился 20 век 6 миллиардами, я уже был намного старше, чем вы, а вы уже некоторые, наверняка, и родились, может быть, даже. Может быть, даже. А сегодня у нас 7,5 миллиардов. А теперь посмотрите на эту кривую. Вот так. А теперь посмотрите, что земля целая, короткая, ограниченных размеров. И именно поэтому, вот давайте, мне просто интересно, я обратные связи не установил, сейчас она установится. Скажите, кто о римском клубе ничего не слышал? Честно поднимите руки. Все слышали? А, нет, все-таки есть, да? О, много, много. Спасибо, что подняли. Да. Ну, а тогда Аурелию Печей вам ничего не говорит тогда, это основатель римского клуба. Так вот, римский клуб, первые доклады римского клуба 70-го года начались с того, что первый доклад был, назывался пределы роста. Человечество расти, да, беспредельно не может. Потому что земля ограниченных размеров. А за пределами земли на ближайшую перспективу вы не думайте. Никакая Луна, никакой Марс и Венера, тем более, что-нибудь дальнейшее. Никаким образом проблему не решают. Это забудьте просто. Мы оказались в замкнутой системе. А здесь начинает работать второй закон термодинамики, но я не хочу вас сюда больше уже погружать. Это все будут вопросы, пожалуйста. Все. Мы оказались в системе, которая абсолютно замкнулась. И мы сегодня можем присутствовать. Вон, вы сидите сейчас и можете оказаться рядом с белым медведем на северном полюсе или с пингвином на южном. Одновременно. Пообщаться даже с ним можете сейчас. Если там кто-нибудь сейчас микрофон поднесет, он вам поквакает оттуда. Вот это вчера еще было невозможно. Это и есть глобальный мир. Вот это глобальный мир, когда он весь вот так вот на ладони. А теперь представьте, одно дело еще сто лет тому назад ваши бабушки еще жили, дедушки жили, мы же прабабушки точно, и было 1,8 миллиарда, а теперь 7,5 миллиардов. А теперь к этому добавьте, в каких условиях жили они, в Волочугах, скорее всего, денти. А теперь мы не просто живем в других условиях, а мы перемещаемся по планете. Мы настроили аэропорты, железных дорог, автомобильных дорог, всю инфраструктуру сюда добавьте, увеличение не для 1,8, так сказать, как было, а вот для... Вот представьте себе, а рост, рост, рост. А теперь посмотрите на все правительства, что говорят. Увеличение ВВП, увеличение промышленного производства и так далее, и население, ну, в данном случае у нас эта проблема с другим знаком, а в том же самом Китае еще с другим знаком. Поэтому по закону второго материала динамики, если нужно будет, поясню, у нас объективно получается так, что там, где пусто, природа пустоты не терпит, а относительно пусто, Россия относительно пустая, относительно пустая, по сравнению с Индией, с Китаем. Если кто там был в Индии, в Китае, тот знает, о чем я говорю. Если не знаете, спросите меня, я вам тоже скажу. Я не говорю о исламский весь этот регион, я не говорю Юго-Восточная Азия. Переселение народов, оно объективно на носу. И ползучая миграция, особенно из Китая, в определенной степени из Индии, из исламского мира, она уже идет, она идет по нарастающей. И если вы посмотрите, что говорил Си Цзиньпинь сейчас на форуме в Давосе, он-то как раз сейчас выступал с позицией, с таких, с которых вчера либералы выступали и говорили, мир открытый, экономика глобальная, политика должна быть тоже, так сказать, открыта к этому, и мы должны путешествовать, пересекать границы и распространяться везде, где кому удобно жить. А вот Америка схлопываться начала. И выборы Трампа как раз яркий тому пример. Брексит туда же. Во Франции тенденции туда же. И вот мы подошли к столкновению интересов, о которых я готов с вами поговорить. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, давайте, наверное, с вопросов сначала. Да, короткие вопросы, а если будет желание выступить, где-то подискутировать, тоже будет хорошо. Ну, сначала очень короткие вопросы, короткие ответы. Можно я воспользуюсь правым, потому что у меня микрофон в руках случайно оказался и первый вопрос задам, потом я, конечно, передам. Во-первых, Александр Николаевич, спасибо большое за лекцию прозвучало о том, что глобализация это объективный процесс. Я тоже так считаю. И вот в связи с этим можете ли вы прокомментировать, что вот если глобализация объективный процесс, то в этом процессе выигрывают те, кто могут предложить свои глобальные проекты для всех остальных. Вот, например, США, они предложили проект, а вот мы свободная страна, приезжайте к нам, кто хотите, с любой религией и так далее, мы здесь всех примем. Там Китай предложили проект, там глобальная фабрика. Мы, пожалуйста, один пояс, один путь. Да, не будем прояснять. Шелковый путь великий, да. Россия, на ваш взгляд, может предложить такой глобальный проект? Способна она, в состоянии она предложить такой, какой-то глобальный проект для всех? Вот, на мой взгляд, последний глобальный проект, который мы предлагали, это был Москва-Третий Рим. Ну, я не знаю, актуален ли сейчас этот проект или нет, или мы можем предложить, на ваш взгляд, какой-то другой проект? Спасибо. Вот, знаете, мое мнение такое. Вы затронули много вопросов, они очень важные, сложные. Вот я просто скажу свое мнение, а мы, скорее всего, можем продолжить этот наш разговор. Причем, как вы знаете, уже я редактирую этот журнал «Век глобализации», я как раз Михаила Админовича спрашивал, есть ли здесь люди, которые интересуются серьезной этой проблематикой. Если вдруг вы этим серьезно увлекаетесь, я с удовольствием с определенным, так сказать, ну, как бы, так сказать, дополнительным вниманием отнесемся к статьям, если из Казани поступят или из Татарстана вообще поступят в этот журнал статьи, дискуссионные. Кстати, этот журнал «Век глобализации» в интернете легко найдете на сайте самого «Век глобализации». И, кстати, для студентов, особенно говорю, прекрасный есть сайт, называется «Интелрос», «Интеллектуальная Россия». Там не только этот журнал, там, наверное, полсотни, если не больше, ведущих наших журналов выкладываются в режиме реального времени. Вот я этот журнал, например, выкладываю еще в бумажном варианте, мы его в Москве не получаем, а он же в интернете есть. «Интелрос», «Интеллектуальная Россия». Ну, и в самом журнале, понятно, тоже есть сайт и так далее. Отвечаю на ваш вопрос. Мне кажется, что мы, если он есть, я добавляю всегда, не обижайтесь, кто там верует, шибко, я вот так вот, знаете, не знаю, есть он или нету, вот если он есть, то он нас, этот Всевышний, не обидел ничем. Более того, мы находимся в уникальной ситуации в мире, то, что мы имеем, никто больше в мире не имеет, то, что имеем мы, для того, чтобы жить лучше всех. И в этой связи зададимся вопросом, так ли мы живем, достойно ли мы живем тому, как если он, о Всевышний, если ты есть, наделил нас всем этим. Мне в этой связи вспоминается рассказ гида, когда мы ехали в Грецию и через Румынию, и гид так шутейно рассказывал про свое румынское руководство вот какую штуку. Нам показалось это интересно тогда. Когда Бог делил все богатства мира, то одному народу он дал прекрасное побережье, другому народу он дал прекрасные поля, третьему народу он дал красивые горы, четвертому он дал нефть. А когда дело дошло до Румын, он им дает и побережье, и горы прекрасные, и равнины великолепные. Даже в Европе нефть дает им. Павел дергает Всевышнего за руководство, говорит, о Всевышний, не много ли одному народу ты даешь? На что Всевышний отвечает, подожди, сейчас увидишь, каких правителей я им дам. Я вам должен сказать в этой связи, прежде чем предлагать миру что-то, понимаете, я еще одну байку расскажу, но дело в том, что в этих байках и ответ мой. Детская шутка, сидит первый класс и детишки рисует, и одна Машенька только не рисует. И у нее учительница подходит, спрашивает, что ты не рисуешь? Она говорит, у нее карандаша нет. Она говорит, ну Вовочка же рядом сидит, у него много карандашей. Вовочка, ты чего ж не дашь Машеньке карандаш? Я ей давал, Мария Ивановна. Володя, надо было так давать, чтобы можно было взять. Так что, прежде чем вы пойдете со своим проектом в миру еще, хотя бы своим соседям и так далее, знаете, легко любить свое человечество, ты вот соседа полюби. Понимаете? Поэтому, когда мы тут со своими проектами для всего мира, поаккуратнее, немножко, поаккуратнее, себя счастливьте и вернусь к Китаю, который я немножко знаю. потому что каждый год по 3-4 раза с 2000 года туда ешь. Там есть мудрость, заключающая в том, что если ты хочешь, чтобы весь мир был счастливый, а счастлив свою страну сначала. Хочешь счастливить свою страну, а счастлив в начало свою семью. Хочешь, чтобы твоя семья была счастливая, сам стань счастливым. Вот мне кажется, я ответил на вопрос, который вы задавали. Простите, что вот так, потому что он слишком такой объемный. Мне важнее, знаете, не столько вам удочку дать, даже не рыбу, даже не удочку, а вообще сказать, как вообще можно ловить рыбу. Оказывается, можно и сетями, и верши, и так далее, и так далее. Вот мне что хотелось. Спасибо вам за вопрос. Если никто не возражает, я тоже задам вопрос. Меня зовут Константин, я доцент кафедры общей философии. Я отчасти вот в развитии как раз то, о чем вы говорили в начале, по поводу объективных факторов. Вы рассказывали о глобализации, как начинающейся, значит, с Колумба, с Великой, это мы все понимаем. Вот. Но здесь у меня такой вопрос возникает. Я уверен, не мне вам рассказывать о том, что в Китае как раз-таки за 70-80 лет до Колумба были, в общем-то, предпосылки для того, чтобы осуществить открытие, ну, по меньшим мере, не менее масштабное, чем Колумба. Да, Джанхэ, значит, его золотой флот. Вот. Я как раз хотел спросить, по вашему мнению, с чем связано то, что китайский проект, как известно, там, пару десятилетий он продлился и потом, в общем-то, затух? и могло ли быть так, что история, ну, история не знает слагательного наклонения, но мы постоянно его спрашиваем, да, могло ли быть так, чтобы вот этот проект выстрелил и Китай оказался бы впереди в плане глобализации за полстолетия до Европы? И при каких факторах? Два спектра ответа на ваш вопрос. Первый, и он важный, он заключается в том, что не имеет никакого значения. Китайцы или европейцы, в контексте, о котором я говорил. То есть, если вы хотите лучше меня понять, я еще, я люблю иносказания, но, знаете, они помогают понять мысли. Не ловите мои слова, ловите мои мысли. Вот если вы хотите рассказать звездам о том, что вас волнует и беспокоит, выйдете на берег Волги в полночь, когда там никого не будет, обратитесь к звездам и поведаете им все-все-все, что вас волнует и что вас беспокоит. И вы увидите, как им глубоко наплевать на все это. Вот точно так же и вопрос, если посмотреть вот так буквально, как орается, были бы то китайцы или были бы то индийцы, или были бы еще папуасы, которые бы вдруг на своих лачонках всех бы колонизировали и так далее. Речь о другом идет. Если мы смотрим как на объективный исторический процесс, мы понимаем, почему людей так много сегодня. Простите за некую грубость, но это было сказано, мне кажется, оно четко передает относительно роста популяции. Ведь людей так много сегодня не потому, что они стали размножаться как кролики, а потому что они перестали дохнуть как мухи. Понимаете? Вот есть некий объективный, а это произошло потому, что научный, технический прогресс и так далее. Тут очень много завязок будет. Вот это вот одна сторона медали. А теперь другая сторона медали, теперь уже приземленно просто. Насколько я понимаю Китай, насколько я знаю культуру и так далее. Нет. Китайцы и сегодня мыслят себя поднебесной. Понимаете? Все остальное это вот, это периферия. И у них сегодня в мышлении, если вы будете уже на таком очень близком, тесном уровне с ней общаться. это вот... Все, снимаю шляпу и в таком случае, в таком случае, ну да, но у меня дочь стала учить, когда китайский язык тоже еще в университете. Я говорю, вот как хорошо, я буду твоими глазами теперь смотреть, как это все так происходит. Потом она там работала в Пекине, после Пекинского университета, там фирмевая и далее, как бы с разных сторон. И потом очень хороший доверитель отношений, но если у вас жена китаянка, то с вами вообще этот разбор мог быть предельно интересным. Но вот мне кажется, вот это мышление иероглифическое, иероглифы, и письмо, и восприятие мира, и даже как они глобализацию понимают, это все, это все, это все, это все особо. Вот для вас. Может быть вы знаете, а вы наверняка знаете учебник под моей редакцией «Философия», который вузовский учебник вышел. Он очень хорошо разошелся, мы получили премии там какие-то, так сказать, в виде грамот, и деньгами, что издательство не идут, как лучший учебник, продающийся в России в прошлом, позапрошлом году и так далее. И вот сейчас его надо было переделать. Ну, там вот Степин, Лекторский там задействованный, так сказать, я собрал там наилучший коллектив, который только мог. Есть у меня одна ошибка, которую я совершил, но Михаил Дмитриевич меня простит, надеюсь. Вот. Поэтому это я забрасываю, забрасываю, чтобы в следующий раз не отказывался в другой, так сказать, второе издание. Вот второе издание сейчас делается, я там заменил китайскую философию, которую написал наш один из специалистов, вроде неплохих, заменил китайским автором. Джан Байчунь, человек, который закончил философский факультет в Пекине и Петербургский университет, прекрасно говорит по-русски, в Пекинском университете возглавляет Центр русской культуры, и я говорю, ты знаешь, хорошо русскую философию, философ, он по русской философии специализируется, напиши главу китайская философия в российский учебник. У нас никогда еще иностранцы не писали в наши отечественные учебники китайскую философию. Что вы думаете? Я не сомневался, но когда я получил этот текст, и я вот сейчас уезжаю сюда, окончательно отправлял ему и получил обратно справками, и он даже фотографии поменял, мы тут Конфуция, Лао Цзи там, он прислал их фотографии. И вы увидите текст. Слушайте, я специально не стал его дожести, ну, прекрасный русский язык, но вот вы читаете этот текст, и вы видите, он написал китаец. И вот это будет первое в истории российское, вот извините меня, поправлю галстук, это моя идея, и вы оцените это. Михаил Дмитриевич, если нужно будет, я сюда энное количество учебников для вашего факультета специально попрошу. Слушайте, из-за одной этой головы учебник будет вот такой. Вот там вот то, чем вы спрашиваете, там как раз можно почувствовать, как он смотрит на эту философию, он знает, для кого он пишет, для нашего. И, естественно, это просто находка. Когда вы прочитаете такой текст, ваш вопрос, который вы задали, он обретет еще большую глубину, потому что мышление китайцев, их мировоззрение и так далее, оно такое, что они и сейчас не говорят о колонизации. Хотя они и в Африке, и в Южной Америке, они везде-везде, но они вам никогда не скажут, что они готовы вообще весь мир, так сказать, объять своей культурой. Хотя говорят о китайской медицине, очень много, как вы знаете сейчас, ее проводят везде. Этот один путь, один пояс, один путь и так далее, и так далее. Все это вот как раз глобальные проекты на китайский манер. Но они прекрасно понимают, они прекрасно понимают, что мир не только из китайцев состоит. Китай все-таки древняя и очень такая, я бы сказал, мудрая цивилизация, по принципу сиди тихо, и мимо пронесут труп твоего врага. Ну и много чего такого они говорят. И принцип Уэй, недеяние, очень сильно работает. Все, все очень хорошо. Поэтому у них такое большое внимание к нам, к нашей культуре. Вот эта книга, Михаил Дмитриевич, вот я тогда замечу, культура в условиях глобализации, взгляд из России, это по гранту РГНФ и Китайской академии наук, я руководитель этого гранта, трехлетний грант, это вот по результатам второго года. Поэтому, может быть, Михаил Дмитриевич, чтобы наш коллега мог иметь возможность познакомиться с этим, я рад был бы, так сказать, общению с вами. И этот грант продолжается. Вы рассказали про Китай, про какие-то общие тенденции. Все-таки, что же с Россией? Вот сижу и мучаюсь, думаю, как, что же нас ждет, если пустоты много, на что мы готовы, с чем мы готовы смириться, что отдать, и как мы будем жить-то в этих условиях объективно? Вы знаете, это вопрос, который адресован вот в эту аудиторию, мне и нам, и больше никому. Никому дела нет за пределами России. Вот в позитивном плане ответ на этот вопрос, точно так же, как и любая страна. И они показывают эти примеры и в Америке сегодня, и во Франции, и в любой. Поэтому абсолютно верно. Если мы такой вопрос задавать не будем, мы должны будем спорить Марка Аврелия, который говорил, кто не думает о своем будущем, у того его не будет. Вот, поэтому, если мы не будем задаваться такими вопросами, да, а теперь возвращаясь к тому, что. Вы хотите мой ответ? Мой ответ простой. Мой ответ простой. Здесь нет журнала Вестик Российского Философского Общества, есть такой журнал Вестик Российского Философского Общества. Я как главный редактор пишу там колонки редактора обычно. Так вот, каждую свою колонку там, где это уместно или почти уместно, я заканчиваю одной фразой. А еще я хочу сказать, нет, не Карфаген должен быть разрушен. А еще я хочу сказать, в России должно быть гражданское общество. Вот что я хочу сказать. Потому что гражданское общество это то, когда вопрос, заданный вами, обращен ко всем нам. В отсутствие гражданского общества к тому, кто и так далее. Кто рядом, но начальник, кто еще выше, но начальник, и так далее. Вот приедет барин, барин нас рассудит. Вот это не проходит сегодня в век глобальных отношений, связей. Мы окажемся на обочине истории в отсутствии гражданского общества. Когда свершились события 91-го года, кто-то очень не любит этого слова, боится его, ему как-то это больно слышать. Развал Советского Союза, распад и так далее. Подбирают какие-то новые слова и даже доходят до того, что мы выиграли в холодной войне и так далее. Ну, можно любить страну до такой степени, что и так можно говорить, конечно. Но, я думаю, ничуть любви меньше страны не будет и ничего не будет плохого для страны, если мы будем смотреть на вещи реальные и говорить. А 91-й год это был шанс для нас. И он, пока мы живем, сохраняется. Так много было разговоров о свободе. Только свободу тогда мы трактовали по-другому. Мы говорили гласность. И только позже немного до нас дошло, что гласность и свобода это совсем разные вещи. Даже свобода слова и гласность суют разные вещи. Свобода это ответственность и очень серьезная ответственность. Но свобода она обеспечивается чем-то. Обеспечивается и опять возвращаемся к тому, к той системе, которую Черчилль назвал наихудшую систему. За исключением всех остальных. Плохо, плохо. Так остальное может еще хуже будет. Не хотите плохого, будут хуже. Таким образом, когда мы заговорили о демократии, демократия, 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 демос, народ, кратос, власть. Какой народ, такая и власть. Поэтому, какая могла быть демократия иная, если людям дать эту свободу, без того, чтобы они почувствовали ответственность и реально стали свободой, обеспеченной, конечно, свобода должна быть обеспечена не моими отношениями с начальником, а тем, что мой дом, моя крепость, ну и все остальное. Вот если вот таким вот образом подходить к вопросам, тогда получается, что демократия ни во что иное, как в то нехорошее слово, она и вылиться не могла. И разочарование наступило очень быстро. Но при чем здесь демократия? Мы до сегодняшнего дня не сопоставили эти два слова демократия и гражданское общество. Потому что демократия, я сегодня говорил о культуре цивилизации, а вы не хотите на это же самое посмотреть, как на науку и технику, как на культуру и цивилизацию, не хотите посмотреть на демократию и гражданское общество точно так же. Что такое демократия? Это власть народа. А что такое народ? Народ, его состояние определяется гражданским обществом. Состояние гражданского общества это состояние каждого из вас как гражданина. Это значит тогда право не только выбирать кого-то из нас, но и право отозвать это и так далее, и так далее, и так далее. И по этой связи мы кого вспоминаем? Мы Ильина Иванович должен вспомнить, который говорил дайте народу сразу свободу, что он с ней будет делать. Так что в этом плане, возвращаясь к Китаю, вы видите, как они степ-бай-степ, шаг за шагом идут, как они внимательно смотрят на наши ошибки, потому что сразу вот так вот демократия не придет. Демократии вообще и говорить не надо, она будет такая, и ее будет столько, какого уровня и качества гражданское общество у вас. А что такое гражданское общество? Это прежде всего ваше благосостояние? Как вы можете себя уважать, если вы в хибаре живете и у вас крыша течет в это время? Если ваши дороги разбиты, если я еду сегодня на поезде из Москвы в Казань и смотрю утром на курятнички, да там ковром стыдно европейским жить было бы в этих курятниках, в которых люди живут. Да не обидно будет нам всем, я в своей стране говорю. Я за границей такого никогда не скажу, ни в каком Китае, потому что за границей я в своей стране говорю или хороший, или ничего. А у себя дома я могу это говорить и должен говорить, потому что то вопрос, который вы говорите, его так надо поворачивать, к нам мы несем ответственность. Если мы не сделаем здесь это, вокруг поля пустые, а здесь вот такие вот маленькие клочочки и вот по таким кусочкам земли вот такие вот маленькие курятнички, называется дача. Это что означает? Он живет в сотах, как пчела где-то в высотке, а потом едет туда в эти три сотки и там выходные провел и снова и назад и это и вы хотите, чтобы здесь было гражданское общество выросло на таком сознании? Кто мешает дать возможность людям на этих огромных просторах выстроить дворцы за свои деньги неукраденные все это можно и нужно делать? Вот о чем думать надо и тогда это и будет проект для нас прежде всего и тогда к нам потянутся и тогда вообще надо было бы открыть с самого начала после союза всем, кто знает русский язык, всех, кто знает культуру русскую, кто к ней дорожит и все из Советского Союза никто не имел права делать такие барьеры для людей, которые оказались волей судьбы там или как они там в Казахстане там на Украине хотят жить там прибалтки там где-то в Узбекистане живите, но если вы хотите переселиться в Россию, что столько лет надо было думать об этом, это пустые земли, которые не они будут заселены, они будут заселены, но только кем и когда, вот в чем вопрос, понимаете, поэтому вопрос, который вы затрагиваете, он меня очень сильно волнует, это тема наша сегодня, глобальный мир столкновения интересов, да, наш интерес прежде всего подумать о нас самих, никто за нас не подумает, и возможность у нас величайшая, на что мы потратим, это вопрос второй, мы можем вообще все деньги потратить на футбольные поля, и еще уверенности нет, приедут ли на эти поля играть, понимаете, что потом мы будем с ними делать, с этими полями, когда закончится футбол, а по дорогам каким будем ездить, понимаете, вот вопрос, но я не экономист, я в данном случае не хотел бы, чтобы вот это, знаете, мое вот это выступление или вот это высказывание, ну буквально воспринималось, потому что нужно мыслить системно, может быть, нужен футбол, может быть, может быть тот плюс, который мы получим, имидж и так далее, но так мы авторитет свой не завоюем, а если завоюем, то это такой авторитет будет, знаете, очень зыбкий и быстро, быстро, лучше дороги сделать хорошие, потому что я видел, как КамАЗ ехал вдоль железной дороги, вот так, вот так, медленно, медленно, он то провалился, поднимался, ну о чем дальше говорить, курять, и все, больше ходить можно никуда не, из окна вагона только, а мы проехали в свое время, ну, из Владивостока до Москвы, ну что, один раз только проехал, только по Москве что ли, потому что, слава богу, есть возможность мир посмотреть, а когда человеку дадут, когда он ел соевый шоколад, а ему дадут, наверное, настоящий шоколад, попробовать, ему уже не хочется соевый потом есть, вот чем дело, а когда мир открывается, а глобальный мир, он такой, он открывает все, вы можете, вы можете не пустить людей за рубеж, а он, пожалуйста, в интернет сейчас войдет и все там увидит, он с белым медведем сейчас вот так вот за ручку можно поздороваться, правильно или нет, ну вот так вот, и ничего не скроете, информация, она все границы потеряла, интернет там есть все, кроме гранит, но и не только один интернет, я сейчас здесь, а через несколько часов я на другом краю планеты, самолеты, транспорт, который работает, все, вы хотите это учитывать или не хотите, в каком мире мы живем, поэтому автаркия никуда не проходит, что мы не понимаем, что Северная Корея это вывих на теле человечества, который так или иначе закончится, очень не хотелось бы, чтобы печально закончился, вот, так что, с моей точки зрения, если уж на то дело пошло, если уж вы совсем меня спрашиваете до конца, я вам скажу, совсем до конца, совсем до конца я вам скажу, мы обречены были в 17-м году, что мы холодную войну эту проиграем, втягиваться в новую холодную войну, губительнее вдвойне, почему, нужно ли доказывать, на одних только цифрах, поэтому, о чем думать в первую очередь нужно, о своей стране нужно думать, и слава богу, мы защищены, не только Богом, но и нашими, вашими отцами, то есть я себя к ним отношу, потому что я три года провел на ядерных полигонах, испытывал ядерные, я бурил скважину под ядерные взрывы на Семипалатинском полигоне год, и на Новой Земле, это самый крупный полигон, то есть вложил вклад, внес вклад в ядерный щит страны, а чего занялся потом экологией, глобальными проблемами и так далее, ветеран ядерных испытаний, там со всеми документами, со всеми, со всеми, я знаю цену этому делу, 70-е годы, так сказать, работал, немножко понимаю, так вот, мы создали себе щит, мы создали себе щит такой, что нас никто не тронет, потому что никто не хотел бы быть самоубийцей, и мы вполне могли бы при всем, что мы имеем, больше внимания, так помягче скажем, больше внимания самим себе уделять, понимаете, и те деньги огромные, которые у нас потоками, буквально водопадами из страны за рубеж вытекают, могли бы пойти на наши дороги, на наши жилища в первую очередь, на инфраструктуру, на все остальное, вот вам и привлекательность, и потом бы могли бы уже, тогда сказать, штамповать в паспортах тем, кто нам нужен, а кто нам не нужен, американцы отбирают себе, как пылесос, лучшее все, и мы могли бы так, а не делать то, что, к сожалению, немало интересных людей находят в себе более привлекательную работу за пределами нашей страны, мне это обидно, про себя давно сказал еще, мне нравился Высоцкий, ну это времена, когда я начинал играть на гитаре, и он начинал, точнее он и я, я спрашиваю, как так получилось, что вы так песни, такие пишите глубокие, когда вы поняли, что вы поэт, и в общем-то, он говорит, да все просто, с детства все пишут стихи, просто все бросили, а я продолжу, вот, и еще у него прекрасные слова, говорят, что уехал Высоцкий, эмигрировал, не волнуйтесь, я не уехал, и не надейтесь, я не уеду, есть такая у него песня, мне кажется, вот я бы призывал вас вот к такому подходу, я бы с удовольствием курс лекций, может быть даже прочитал по-глобалистике, если будет такой интерес, навряд ли мы дождемся вас на курсе, вас все ждут в Пекине, в Афинах, а вы знаете, я больше о стране своей думаю, чем о Пекине, и любой другой стране, потому что я здесь, и никуда не уехал, и не уеду никуда, и предпочту любому университету, самому лучшему, наш отечественный университет, я вам честно скажу, это правда, потому что когда я здесь общаюсь, я знаю, я всю свою страну вкладываюсь, когда я китайцам лекций читаю, я знаю, что я вкладываюсь в Китай, и знаете, я слышу это, Си Цзиньпиня, когда он говорит языком, которым должны говорить те, кто понимает правильно глобализацию, по своей позиции, вот, извините, может быть, одна минутка, просто вы, по-моему, затронули очень важные моменты, как реагировать на глобализацию, да вот так и реагировать, вот я вам, опять же, люблю иносказания, а вы поймете, к чему это, если вдруг вам не нравится, что солнышко, которое поднимается, и вам грело, и вам было хорошо, вдруг начинает припекать, и уже темечку, так сказать, жарко, то здесь аудитория может разделиться на несколько, так сказать, групп, и вот, как минимум, одна такая охранная группа будет кричать, солнце, мне не нравится, что печет, зайди за тучи, или больше не грей так сильно, и так далее, плакаты будут писать, и все силы бросят на то, чтобы выступать против, а другие там, ладно, и будет еще другая группа, которая сядет тихонечко под кусочек куда-нибудь, и увидит лопух, и возьмут, и лопухом прикроются, и вот уже мыслить будут, так сказать, немножко лучше, а те с перегретыми мозгами будут все сильнее, сильнее выступать против, и так далее, а то ли. А эти, посидев, подумав, возьмут и увидят, что есть, какие-то вещи, помогающие им построить жилище, да те же камни, и еще что-то, и построят жилище, и войдут туда, и будут там, в прохладе, а те будут выступать против, но потом солнце нагреет, и жилище, а эти возьмут, и догадаются, до батарей солнечных, и поставят на крыше, и додумаются, до кондиционера, и додумаются, до холодильника, и как бы, чем сильнее солнце будет греть, тем больше они будут иметь возможности делать и жару, и холод, и все, что они хотят, но это время, и его нельзя упустить, и потратить, а те уже в жару, когда они выступали против, и кричали, им останется только, в лучшем случае, поджариться. Вот, когда речь вот об антиглобалистах, это первое, что я спросил Ильина, Илью Вячеславовича, когда лет 15 тому назад, в Московском университете, он возглавлял комитет молодежи, тогда был, они выехали в Подмосковье, и провели такой, извините за такое слово, шабаш, антиглобалистов, и он был во главе антиглобалистов, и они получили там поддержку, а меня пригласили с лекциями, а еще энциклопедия глобалистика, такая трехкилограммовая энциклопедическая словарь, и я как раз главный редактор, это, так сказать, это было одно из моих проектов, там 58 стран мира, и 640 авторов, я привез эту книгу, и сказал им, вы антиглобалисты, против чего вы выступаете, давайте поговорим, и мы поговорили с ними, и мы так с ними поговорили, что уже 10 лет после этого существует, там было 15, 10 лет существует факультет глобальных процессов в МГУ, единственный мир, и Ильин является деканом, и слово антиглобалистов, он с улыбкой теперь воспринимает, потому что прежде чем вы будете анти, вы сначала поймите, о чем идет речь, вот к вопросу о том, что за тема у нас сегодня, в зависимости от того, как мы на нее смотрим, так мы будем и реагировать, и вот как реагируют китайцы, мы уже отчасти сказали, как реагируют те же американцы, и вот и нам бы можно и нужно реагировать таким образом, никакая автаркия здесь не сработает, а если не автарки, тогда думать надо, думать надо, ну это уже, почему я и говорю, целый курс надо бы лекций почитать. Спасибо, спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!